Воскресное чтение в неделю всех святых 10 главы и один фрагмент из 19 главы Евангелия от Матфея. И речь здесь идет вот о чем. Господь говорит своим ученикам о том, что всякого, кто исповедует Меня перед людьми, и Я исповедую его перед Отцом Моим Небесным, что, собственно, имеется в виду, что значит Иисус будет исповедовать этих людей перед Отцом Небесным. Речь идет о том, что тех, кто свидетельствует окружающим, что для Меня Иисус главный, для Меня воля, правда, Слово Иисуса, Он Сам – это главное, Я подданный Его Царству. Про таких людей Иисус Отцу скажет – это подданный Моего Царства. Это тот, кто со Мной. Вот, собственно говоря, смысл этого высказывания Иисуса. Наоборот, когда Он говорит, кто отречется от Меня перед людьми и не будет свидетельствовать своей жизнью о принадлежности к Моему Царству и о подчинении законам Моего Царства, ну, того и Я не признаю перед Отцом, подданным или участником этого Царства. Развивая эту мысль, Господь говорит о том, что если у человека есть какие-то вещи более важные, даже если это объективно важные вещи, там, любовь к ближним или что-то еще, но если все это важнее, чем Иисус, то это путь в никуда. И вот Он говорит, кто не идет за Мной, взяв, согласившись на крест, согласившись на вот такое отношение окружающего человеческого мира, тот не достоин Меня, тот, кто пытается держаться за все, что угодно в этой жизни, в этом мире, а не за Иисуса, утонет, потеряет все, сберегший душу свою, потеряет ее, потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Душа здесь, собственно, не вполне уклюжий, скажем так, перевод, потому что должно было бы стоять слово «жизнь». Всякие, кто пытается свою жизнь, когда мы пытаемся свою жизнь устроить замкнуто, отдельно от Иисуса, как-то там по-своему сберечь ее для себя, все равно все разрушится. И только если мы держимся за Иисуса, да, ради Него все остальное отправляем на второе и последующие места, тогда это путь к жизни, тогда это путь к победе. И во второй части из 19 главы здесь, собственно, Господь отвечает Петру, который его спрашивает, а что будет нам? Потому что вот мы пошли за тобой, говорит Петр, что дальше? Христос предлагает здесь некоторую удивительную совершенно картину о паке бытия, о суде двенадцати колен Израилевых, хотя, собственно, в Царстве Бога уже никого ни за что судить не надо. Это скорее некоторая картинка, которая предлагает ученикам участие в торжестве Иисуса, участие в Царстве. Вот что предлагается тем, кто идет за Ним. И еще один удивительный, тоже очень важный момент, который говорит здесь Иисус, он говорит Петру, все, что вы потеряли, вы не потеряли. Кто оставит там жену, детей, братьев, сестер, земли и так далее, все это во сто крат получит. Ничто не теряется, если только ты выбираешь идти за Иисусом, и тогда ты обретаешь в Нем жизнь вечную, а все остальное, даже если это отнимается у тебя, оно на самом деле никуда не девается, потому что все настоящее, все, что имеет отношение к жизни, в Иисусе никуда не теряется. Ну и, наконец, заканчивает Господь эту часть диалога с Петром чрезвычайно важным предостережением, с одной стороны, а с другой стороны призывом, говоря, многие будут последними, последние первыми и первые последними, значит, опять важно не то, чего ты добился и какие у тебя заслуги или не заслуги, а то, за кем ты следуешь, кого ты выбираешь.